Общеизвестный недостаток электрических автобусов, кроме высокой стоимости и запредельной массы, это небольшой пробег на одной зарядке. Однако немецкая компания MAN надумала доказать, что их электробус вовсе не чета всем остальным. Так, на один из транспортных маршрутов немецкого Мюнхена вышел самый обычный Lions City E, который уверенно отпахал суточную смену, преодолев 550 километров. И все это, не заезжая на зарядную станцию, чтобы заправиться электричеством. Секрет успеха в конструкции аккумуляторов, разработанных Volkswagen. Кроме того, для электробуса крайне важна совершенная система терморегуляции, чтобы он одинаково эффективно расходовал энергию и в мороз, и в жару. За счет всех этих решений модель Lions City E гарантирует запас хода до 270 километров на протяжении всего срока службы батарей. Однако на практике 12-метровая пассажирская машина готова пройти от 300 до 400 километров. Как показали исследования, такие пробеги покрывают потребности большинства клиентов марки MAN. Правда, для наибольшей дальнобойности водителям полезно пройти специальные курсы, где их обучат экономить заряд аккумуляторов. Собственно, трюк, когда электробус отмахал 550 километров, выполнялся профессиональными испытателями. Но мановцы уверены, что его реально повторить силами рядовых перевозчиков. Было бы желание. И еще одна новость электромобильного толка. Отечественный КАМАЗ готовит двухосный электрический грузовик под названием «Чисто гор». Грузоподъемность этого шасси составит 12 тонн при 20-тонной полной массе. Запас хода довольно скромные 100 километров. Но это для мусоровоза, у которого вдобавок подключена установка для прессования мусора. Зато переход на электричество позволил исключить выбросы вредных веществ и кардинально снизить уровень шума. Вскоре на шасси начнут монтировать изотермические фургоны, коммунальную технику и любые другие надстройки, включая платформы-эвакуаторы. Группа «ГАЗ» пошла дальше. Из ее «Газели Некст» немецкая компания EFAS сделает электромобиль на водородном топливе. В ближайшие месяцы первые машины пройдут необходимые испытания и сертификацию по стандартам Евросоюза. Водородную версию строят на тяжелой версии «Некста», оборудовав шасси топливными элементами, системой хранения водорода, тяговой батареей и электродвигателем. Дальнобойность такой машины составит около 500 километров.